здравствуйте дорогие дамы и господа рад приветствовать вас на нашей сегодняшней онлайн встречи с компанией sky world community и первым делом поскольку самым важным бесценным и невосполнимым ресурсу каждого человека является время давайте определим стоит ли сегодня находиться здесь и уделить время этой потрясающей технологии проекту чтобы узнать больше или стоит заняться чем-то другим решим мы это очень просто я попрошу вас просто прочитать этот список и если хотя бы один побуждающий фактор вам откликается то сегодняшняя презентация с любовью об инновационной технологии действительно пойдет вам на пользу и вы сможете информацию которую сегодня получите использовать благотворно своей жизни поэтому если вас интересует дополнительный доход финансовая независимость либо собственный бизнес если вас интересует личностный рост либо помощь другим либо новые знакомства с интересными людьми с единомышленниками либо у вас есть желание уйти с нелюбимой работы либо оставить наследство всей своей семье своим будущим потомка либо вы думаете в масштабах всей планеты и хотите светлого хорошего будущего в изобилии и благополучия для всего живого на нашей планете если хотя бы один побуждающий фактор из этих вам откликается и под подходит под ваше желание то вы проведете свое время не зря представимся меня зовут артем курбанов я из города до выпился из латвии и всю жизнь мое желание было делать мир лучше и я старался это делать по возможностям изучая новые знания и передавая их помогает другим людям и всегда двигался к тому чтобы все расцветало созидательное направление и получилось сохранить это все дальше и дальше и сейчас мне 30 лет и в данный момент я уже четыре года как поддерживаю технологию проекта который вам сегодня расскажу потому что это одно из лучших одно из лучшего что я нашел вообще в своей жизни один из самых полезных проектов который действительно сможет изменить не только жизни просто людей жизнь всей планеты всего человечества и я говорю так не просто так я говорю это после четырех лет изучения того чем сейчас занимаюсь а сегодня максимально за часок постараюсь рассказать вам что это такое что с этим делать и какие огромные возможности сейчас есть у каждого человека на планете с 2016 года я являюсь так скажем поддерживаю компанию являюсь ее совладельцем с 2017 года изучая все больше и больше понял что это один из самых важных проектов в моей жизни пока которые я встретил и я хочу помогать развиваться как минимум приблизить реализацию сделать все как можно скорее ну а с 2018 года я понял что мои деятельности в общем целом любые они слабее по своей пользе по своему эффекту на будущее на будущее всего живого я решил что необходимо максимально помогать данному проекту развиваться и сегодня вы узнаете почему настолько он меня зацепил а самое главное почему меня зацепил зацепила личность человек который создал все это и успешно реализует дамы и господа это наши города на нашей планете очень много большинство находится конечно рядом с водой но в общем целом мы заселили всю планету и сейчас нас около 8 миллиардов это все порты то есть вся наша связь между собой и пассажироперевозки и грузоперевозки огромная огромная индустрия которая сейчас претерпевает огромные затруднения как и предыдущие города потому что нас уже на планете около восьми миллиардов человек это наши аэропорты говорю о транспортных отраслях потому что это один из ключевых показателей того как развивается наша наша планета наша цивилизация и транспорт играет огромную роль в скачках и в скорости развития каждого человека сейчас двадцать первом веке мы летаем да но насколько это эффективно насколько это вредоносно и насколько много времени это занимает с учетом того какая логистика сейчас выстроена но это не все у нас есть несколько транспортных отраслей которые к сожалению перестали быть эффективными из-за количества людей и количество желаемого потребления поэтому дороги одна из точнее железные дороги одна из главнейших артерий которые уже более 150 лет помогают нам передвигаться передвигать грузы пассажиров развиваться и развивать наши города и страны но это все равно много места много ресурсов много времени но есть автодороги которые заселяют всю нашу планету если собрать эту площадь вместе получится около пяти шести площадей великобритании и вся эта земля мертва она закатана под асфальт она не дает ни кислорода ни плодов ни зелени ничего и она эта же площадь требует огромных затрат ресурсов снова эксплуатационные расходы и эти все транспортные отрасли составляют жизнь которую мы видим сейчас и мы видим что стоимость передвижения стоимость перевозки грузов мы видим это по ценам наших товаров они сейчас очень высокие все что связано с портами портовые разгрузки и погрузки тоже имеет огромное количество так скажем лишнее мы платим за это потому что эти системы перестали быть эффективными и нам необходимо это изменить и снова наши города вот так они выглядят города которые когда-то создавались для людей для развития масс людей а сейчас наши города выглядят ну как-то наверное вот так и она не совсем похожа для проживания правда очень мало денег мы видим что не хватает био биосостояние которым мы являемся мы часть природы и к сожалению большинство городов сейчас строят не для людей а для машин мы иногда можем видеть порядок и какую-то систему с более разумной логистикой но в большинстве своем города старые и их просто модернизируют достраивают что не всегда является очень полезным к сожалению транспортные отрасли которые давали нам развитие и расширение при развитии скорости то есть чем выше скорость тем больше становились города потому что можно легко перед переместиться с одной точки с одного края на другой сейчас же мы из наших городах стоим китай 40 полос и идут на сужение границы индия индонезия все эти страны имеют огромное количество человек население планеты которые необходимо передвигаться и к сожалению разные уровни развития транспорта а передвигаться то надо никуда от этого не денешься просто представьте какое количество времени человек тратит в такой вот пробки где 40 полос чтобы добраться до места сейчас это все можно изменить причем изменить достаточно легко и сейчас каждый человек даже который не связан с транспортными инфраструктурами начинает чувствовать и замечать что транспортные удавки жилы и весь этот поток он мешает жить он не дает пользу он меньше дает пользы и больше дает вреда и то есть каждый человек даже уже не в мегаполисах а в провинциях могут заметить насколько изменились города насколько они стоят насколько хуже мы начали дышать в своих городах урбанизация сбивает нас вместе потому что нам необходимо делать разнообразные задачи желательно как можно ближе где-то находиться ко всем ним и поэтому все съезжаются в город и строят эти высотки вырубают деревья не остается клочков земли для жизни для жизни живого таких как мы флоры фауны и человека био и из-за того что мы так сбиваемся там все строится высоту получается каждый квадратный метр который выше стоит дороже и в общем целом если объединить это урбанизация заставляет каждый квадратный метр каждый товар в нашем магазине каждую услугу стоит дороже а все в заключении от того что нету высоких скоростей чтобы жить на природе за городом а ездить по делам в город это одна из главных проблем которые сейчас необходимо решить скорость перемещения и логистика мы видим что например как в гонконге не хотелось бы жить в таком городе хотя ты понимаешь что для развития для того чтобы быстро делать дела это необходимо очень ловушка как будто загнанная ситуация и не хотелось бы так делать хочется изменить так вот изменить можно новой скоростью и новой логистикой города начинают людей пешеходов изначально для которых строились города выносить на другие уровни то есть автотранспорт транспорт первого уровня занимает наше пространство и занимает очень много пространства делая город для перемещения приемлемым а для жизни не особо приемлемым только в пределах нашей квартиры но и с квартирами города не могут полностью перестроиться сразу их необходимо видоизменять посмотрите слева на фотографии нужно увеличить поток дороги и строить дополнительную дорогу по верху может быть разнопутные будут ну либо опять же правая и левая сторона только уже в два этажа представьте первых четыре этажа скорее всего не увидит прямого солнечного света но это для города абсолютно не важно потому что его артерия должна функционировать с учетом расширения расширения города расширения возможностей и потребностей жителей этого города сейчас действительно вся планета перерезана подобными путями которые очень сильно влияют на окружающую среду как в Лос-Анджелесе две белые и красные змеи двигающиеся в разном направлении я находился и в одной и в другой и это действительно простой часов времени можно оставить вот в этой вот змее потому что тебе необходимо добраться из точки А в точку Б в не самое удобное время хотя с учетом Лос-Анджелеса двадцати миллионов человек и двадцати миллионов машин там по факту всегда не самое время выезжать на автотранспорт на своем вот тем не менее это жизнь двадцать первый век система работает хорошо или плохо и она продолжает работать но мы понимаем если мы будем изменять что-то чуть-чуть то особо сильно ничего не изменится например на крыше некоторых зданий будут добавлять трассы автотрассы или авто в дороге небольшие какие эксплуатационные расходы какова жизнь под этой дорогой ну и насколько это она разумна необходимо все-таки менять менять существующие транспортные отрасли на что-то новое ведь более наверное последние сто пятьдесят лет были изменения крупные но не ключевые для развития именно восьми девяти десяти миллиардов человек а нас вряд ли будет становиться меньше мы будем развиваться потому что наши технологии дают возможность заселять удобнее планету использовать меньше ресурсов получать больше пользы и именно такую технологию и стоит искать есть технология с более разумной логистикой то есть технология которая может прийти на помощь в существующие города существующие мультимиллионники там где десять двадцать тридцать миллионов человек и более но она будет также эффективна и в маленьких городах но сначала о логистике посмотрите автотранспорт первого уровня главная проблема которого один уровень вокруг планеты на всех участников движения с ограниченным пространственным ресурсом поверхности нашей твердой земли по которой мы можем ходить и ездить двести человек в ста семидесяти семи машинах занимают огромное количество мест несколько кварталов можно сказать места но если убрать машины то эти люди занимают совсем чуть-чуть места то есть получается автотранспорт очень много съедает свободного места для передвижения но что мы можем сделать дальше как сейчас в европе очень эффективные электроавтобусы их производят и запускают сейчас в разных странах катался на таких в Испании очень удобно тихенько действительно интересно и три таких автобуса с правильно распределенной логистикой в городах разумный может куда лучше доставлять этих людей с меньшими затратами и для них и для города с меньшей так скажем с меньшим ухудшением дорог в этом городе либо единственный один легкий безопасный экологически чистый поезд который может вместить всех 200 пассажиров и доставить их по разумной логистике из точки а в точку б но забегая вперед на сайте skyway.capital есть несколько статьи от Анатолия Эдуардовича Юницкого где описывается фантастическая гениальная логистика новая логистика это как связать транспортом разные точки разные станции и как пассажирам в маленьких капсулах по 2 6 18 25 человек приезжать из точки А в точку Б без остановок то есть транспорт приходит на эту остановку скажем у нас рижская главная на эту остановку приходит и всем нужно в аэропорт ну точнее не всем а каким-то людям нужны в аэропорт они на своем смартфоне либо на станции говорят что точнее указывают что им нужно и пишется через сколько будет их транспорт приходит транспорт который конкретно идет из этой точки конкретно в аэропорт и они нигде ни на одной остановке не остановятся тем самым сохранив скорость тем самым сохранив они огромное количество энергии на разгон и торможение и мы быстро прямо из центра риги прямо в аэропорт то есть новая логистика в трех словах не опишешь необходим как минимум час очень рекомендую поинтересоваться потому что часть этой логистики была так скажем ключевой и выигрышной когда мы представляем транспорт струнные транспортные системы на международных выставках потому что как например в индии они собираются строить 100 умных городов целую серию и думали как связать и именно наша технология прекрасно подходит под эти задачи во многих странах есть проблема немножко другого плана транспорт слишком дорого стоит и хороший путь хорошую культуру транспортную сделать не так просто потому что необходимы разводы кольца мосты дороги остановки и так далее в некоторых странах это просто невозможно нет ресурсов чтобы это осуществить но и для этих стран данная технология которую вы сегодня услышите и увидите есть возможность именно ее использовать потому что она берет для своего для создания себя минимальное ресурсов планет из километра железной дороги можно сделать около десяти километров струнной транспортной дороги представьте насколько меньше то есть даже самые бедные страны смогут позволить себе дополнительные транспортные мощности внутри своей страны для развития ее экономики ну и конечно для развития каждого человека в этой стране также автомобиль является одним из самых опасных первый уровень человеческий фактор огромный который забирает полтора миллиона жизни в год и около десяти миллионов делает инвалидами за год это одна из тех сфер которая и нужна и невероятно опасна и это необходимо поменять так же как и необходимо поменять то как идут наши грузы товары потому что мы платим за простое мы платим за то за неразумную логистику грузоперевозок потому что здесь могут неделями стоять данные контейнеры потом с помощью железной дороги например доставляться у которой средняя скорость перемещения с учетом погрузки и разгрузки 15 километров в час также посмотрите как много здесь так скажем танкеров огромных кораблей с грузами друзья и коллеги из Бельгии рассказывали что миллионы могут стоить простой одних суток такого танкера потому что на нем невероятное количество грузов которые ждут свои отправки ускорив это модернизиров это либо поучаствовать в ускорении модернизации этого мы сможем уменьшить свои расходы вообще все потребительское общество сможем уменьшить именно в том что быстрее будут доставляться все товары а значит по любому дешевле потому что он нигде не стоит он нигде не застревает никто он не является головной болью никому и так скажем чем быстрее чем проще тем действительно еще меньше мы будем платить за все за все что используем а мы каждый день используем товары которые приходят со всех угаков света поэтому первых две самых главных проблемы это перегрузка транспортных путей которая ощутимо для вас или нет но сильно влияет на развитие всего человечества и я бы даже сказал сильно усугубляет состояние как минимум воздуха на нашей планете в некоторых городах уже в автоматах продается кислород чтобы подышать вторая проблема отсутствие безопасности для флоры и фауны человека тотальная опасность транспорта первого уровня потому что все остальное находится также на первом уровне на поверхности земли человек строит дорогу всюду потому что ему хочется объять всю планету найти новые сокровища найти новые уголки новые ископаемые новую пользу но планета живая двигается и заносит наши дороги бархамами ломает заснеживает заносит льдом болота забирают наши трассы к себе и так далее к сожалению время будет калечить то что мы делаем если мы не будем более разумно использовать технологии потому что можно учесть то что делает планета и уменьшить эти так скажем эксплуатационные расходы капитальные расходы на наше перемещение на наш транспорт человек не замечает насколько техногенная сфера влияет на окружающую среду пока это не коснется самого человека хотя для некоторых и даже так не помогает но в тех городах где сейчас действительно стоят так скажем магазинчики маленькие где ты можешь глотнуть свежего воздуха в тех городах каждый человек даже который не связан с транспортом теперь косвенно связан с ним и понимает что техногенная сфера разные виды транспорта все что вредоносит находясь рядом с ним убивает его и его окружение и это необходимо знать и участвовать в изменении этого только таким способом совместно люди могут менять и сейчас двадцать первом веке это возможно как никогда с помощью народного финансирования с помощью народных проектов когда миллионы людей собираются вместе в интернете для того чтобы очистить вот такой вот воздух для того чтобы увидеть и создать перспективы к улучшению к счастливой жизни благополучии и изобилии и в последние десять лет это прекрасно получается получится и у нас заменить этот воздух и такое небо на прекрасное голубое небо с чистым воздухом процессы идут протезы делаются мы переходим на двигатели электрические но мы заправляем их электричеством которое взялось откуда скорее всего изжигание каких-то материй земли получается это не чистая энергия и транспорт тоже перестает быть чистым и их можно уменьшать эти затраты потому что нам необходимо глобально мыслить и глобально рассматривать при том что есть такие люди как Анатолий Эдуардович и низкий который нам глобально в деталях показывает как обстоят на планете дела как обстоят дела у нашей биосферы и техногенной сферы и что мы можем с этим сделать потому что в данный момент мы как эта статуя стоим посредине комнаты с одной стороны заводы дымят перерабатывают и все это наружу в другом месте атомные электростанции которые отравляют землю отравляют воду и еще сотни лет будут травить в третьей стороне огромное количество машин забирающих по полтора миллиона жизней в год а мы в центре этой комнате и пытаемся выжить просто пытаться выжить не получится будет необходимо повлиять собственными силами своим временем и энергией только когда-то была проблема что нельзя ничего сделать а сейчас каждый человек как маленькая частичка общего влияет на изменения на планете поэтому третья важная проблема которая касается каждого человека на планете земля потому что это общий наш дом это загрязнение окружающей среды наша окружающая среда наш дом наша комната но с новой технологией мы действительно сможем очистить ее потому что работать будет на чистой энергии и в 15 раз меньше затрачивать топливо ну точнее электричество эквивалентно топливу с помощью технологии юницкого можно уменьшить еще серьезней затраты то есть просто не тратить уменьшить расходы как же это можно сделать ну первое как вы поняли то есть чистая энергия меньше веса транспортных средств и уже теряется гораздо точнее уже уменьшается потребности на разгон на торможение например но есть еще одна очень важная вещь это аэродинамика аэродинамика турбулентность коэффициенты с аэродинамического сопротивления как это работает снизу автомобиль который едет по сплошному полотну он едет и сталкивается с воздухом когда мы перемещаемся из точки А в точку Б больше всего энергии у нас уходит на сопротивление и окружение окружающей среде то есть на сопротивление столкнивания с воздухом и трение о землю можно так сказать о путь о дорогу и при скорости 60 км в час 30 процентов энергии мотора двигателя будет потрачено на сопротивление воздух а при скорости 300 км в час 90 процентов всей энергии которую вырабатывает электродвигатель либо двигатель внутреннего сгорания будет уходить на сопротивление воздуха то есть мы не на скорость можно сказать тратим а на то чтобы сопротивляться толкать и раздвигать воздух далее по сплошному полотну когда передвигается машина снизу происходит экранный эффект то есть воздух там прижимает как бы машину и она тоже теряет в энергии теряет скорость и позади остается турбулентность мы были вот сейчас вот здесь передвинулись в этом месте будет недостаток воздуха потому что мы только что оттуда ушли и все будет к этой точке сдвигаться так вот и воздух будет тянуться к этой точке и само транспортное средство будет тянуться к этой точке тем самым тоже потери мы как бы замедляемся то есть нас воздушная яма тянет очень интересно когда первый раз увидел как за грузовиком едет не крутя педали велосипедист просто подстроился и там такое завихрение воздуха что его прям сзади спокойненько тянет за него вообще не нужно крутить педали только нужно быть очень внимательным чтобы при остановке не врезаться так вот что сделал анатолий эдуардович единицкий рассмотрев все эти затраты он придумал как их убрать во первых мы выносим транспорт на второй уровень и тогда воздух проходит с каждой стороны равномерно разделяем снизу сплошные сплошное полотно на рельсы и воздух теперь проходит как сверху так сбоку так и снизу нет экранного эффекта еще убираем потери спереди идеальная форма которая не сталкивается с воздухом а раздвигает его в бока по бокам в разные стороны и то же самое в конце нету турбулентности нету воздушной ямы потому что воздух спокойно сходится и уходит дальше с помощью этого был достигнут один из лучших коэффициентов аэродинамического сопротивления за последнее время cx равно 0,065 это в 16,5 раз лучше чем у бугатти вирон одной из самых скоростных наземных машин спортмашин это доказательство 14 человек микроавтобус чтобы переместиться 100 км со скоростью 100 км в час потратят всего около полтора литра топлива 1,6 если не ошибаюсь а со скоростью 500 км в час 6 пассажиров не как в автомобиле 5 6 пассажиров 2 огромных отделения спереди и сзади для багажа гораздо больше чем в машине 100 км со скоростью 500 км в час преодолеют за 5,5 литров топлива 5,5 литров 500 км в час безопасно и экологически чистка и это не фантастика это разработки которые сейчас уже стоят в железе на рельсах и уже катятся двигаются испытываются демонстрируются и проходят сертификацию поэтому вопрос большого расхода энергии тоже можно решить причем решить достаточно интересным и разумным путем между этими фотографиями точнее дорога между этими дорога на этих двух фотографиях построена с разницу в 150 лет но особо больших изменений она не потерпела так же много ресурсов так же много бетона так же много железа такой же вес огромный такая же аэродинамика то есть нет эффективности были попытки изменить по-другому переместить там где нету первого уровня например над рекой там где нельзя передвигаться но по факту это тот же трамвай с огромными огромными затратами и пространственными только по бокам так скажем ну и зрительно то есть она занимает все зрительное пространство рядом с домом ну и это так же тяжело по весу либо например вот такой вот японский вариант по факту это трамвай только с колесами наверху потому что он такой же тяжелый такие же очень тяжелые массивные опоры сам путь все достаточно много занимает ресурсов планеты и землеотвод не приспособлен для того чтобы ходить там либо ездить то есть эта земля к сожалению использоваться тоже не будет единственное что она скорее всего сможет производить кислород если там будет зелень и это тоже хорошо но если мы рассмотрим из точки а в точку б чтобы перемещаться нам необходимо сравнять всю флору и фауну просто вычистить ее при том что мы где-то перебьем грунтовые воды и в одном месте дороги у нас будет болото а в другом полное засухо мы уберем флору и фауну мы испортим ее насильно без спроса выгоним для того чтобы вырасть огромную траншею которая обязательно должна быть очень прямой в 10 слоев по технологии выложить ее дорогостоящую много ресурсную трассу и только после этого мы можем запустить нам транспорт который будет ходить и как показывает практика очень часто ремонтировать за очень большие деньги так работают существующие виды транспорта транспортные отрасли посмотрите как много нужно электричество как много нужно топлива человеческого ресурса и времени чтобы этому трактору построить вот такую дорогу раскопать в столько уровней либо как много горы необходимо вывернуть наизнанку чтобы построить железный дорожный путь и люди это делают потому что это необходимо может быть стоит задуматься и посмотреть что за последние столетия придумали нового более разумного конечно в мире много скептиков и кто-то хочет делать дорогу вот так но далеко не все потому что мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу не уступающую таким отраслям как авиационная железнодорожная и автодорожная это слова генерального конструктора skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого который создавал и создает реализует самый уникальный транспорт за всю историю нашего человечества потому что с помощью этого транспорта мы разгрузим все крупные города мы доберемся до всех мест куда сейчас нашим транспортом даже трудно добраться и там можно будет жить с помощью данных транспортных технологий потому что они будут совмещать с собой три инфраструктуры транспортная инфраструктура передвижение информационная инфраструктура интернет и энергетическая инфраструктура электричество это все может быть прямо внутри струнного транспортного рельса таким способом с помощью этим транспортом мы сможем строить дороги в десять раз больше по ресурсам тем сейчас и строить в любых местах и в вечной межзлоте и в очень очень жарких странах на любых ландшафтах потому что этот мир будет оберегаться абсолютно безопасным экологически чистым транспортом который строится на втором уровне полностью освобождая нашу планету первый уровень для флоры фауны и человека для всего живого и это безопасность не просто так потому что данный транспорт не сможет попасть в обычной аварийной ситуации не будет боковых столкновений потому что все транспортные пути на разных уровнях не может быть такого столкновения потому что все полуандроиды они связаны между собой и отлично контактируют то есть настолько разумно можно будет использовать каждый сантиметр земли и создать воистину безопасный транспорт потому что даже с этих рельс нельзя будет сойти подобному виду транспорта ни под весном и ни на весном потому что есть противосходные системы и мотор-колеса которые позволят нам всегда держаться на пути что бы ни происходило с трассой это фотомонтаж любимая рига а сделана она не только для того чтобы показать как красиво впишется сюда струнный транспорт легкие трассы хотя сейчас когда в 2019 году катался я на легкой на провисающей трассе точнее она уже 400 метров то есть по факту мы можем поставить на одной стороне долгавы одну промежуточную опору либо анкерную или на другую и на другой и спокойно переезжать через нашу прекрасную реку но больше внимания я хотел направить на ванты на струны которые держат мост струны по факту с которыми мы давно знакомы которые везде вокруг нас в гитаре здесь и они при правильном использовании дают огромную 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 пользу а всего лишь что нам необходимо между двух опор приподнятых над землей чтоб не нужно было все выравнивать пускай она остается как есть как задумала природа вынести трассу и струны предварительно хорошенько натянув опустить так скажем натяжение на земную кору земной коре ничего а мы на высоте имеем прямую ровную прочную дорогу по которой могут перемещаться грузы и пассажиры и это прекрасно работает более чем в десять крат безопасность выше необходимого то есть мы сможем мы можем абсолютно не волноваться о том что со струнами что-то может случиться нет они поэтому сейчас уже в течение пяти лет и проходят сертификации испытания для того чтобы все это было законспектировано и было в десятки раз больше возможностей в десятки раз больше безопасности на случай каких-то непредвиденных обстоятельств этим занимаются потрясающие специалисты поэтому стоит только наблюдать и изучать вот так выглядит один из видов рельса это корпус рельса в котором струны пучки струн предварительно натянуты находятся в специальном наполнительном в специальном бетоне который фиксирует струны который упрочняет стенки консервирует все это чтобы не происходило жавчина или другие какие-то процессы и поглощает весь шум не более 75 дБ то есть это тот транспорт который будет максимально хорошо интегрироваться в природу и никак не мешать ей здесь вы видите три вида трассы это полужесткая берельсовая ферма по центру с подвесным и навесным транспортом и берельсовая то есть двойная и провисающая трасса сейчас уже больше семи каждая под свое назначение потому что есть там где крупный пассажиропоток очень много например там будут использоваться составные поезда например по 25 человек транспортное средство и таких 10 штук или там 8 штук 10 штук и на них передвигаться где-то где пассажиропоток маленький будут частные транспортные средства подобные юнибусы на 6 юникары например на 12 мест юнибусы на 18 мест смогут перемещать пассажиров очень быстро и с минимальными затратами это фотографии из экотехнопарка Белоруссия где можно приехать и посмотреть попробовать пощупать как минимум раз в год ну не берем карантин в этом году у нас было онлайн все не оффлайн увидеть что компания сделала за год где вся компания демонстрирует какие успехи сделаны за так скажем год за помощью инвесторов партнеров людей которые поддерживают единомышленников и честно вам скажу в девятнадцатом году увидеть собственными глазами как весь экотехнопарк ездит работает все движется все функционирует было потрясающе приятно это видеть особенно когда рядом находятся еще несколько тысяч людей с кем вы это сделали просто объединившись нашли единомышленников на планете и создали целую транспортную отрасль которая создавалась другие транспортные отрасли создавались веками здесь сейчас на ваших глазах за чуть больше чем пять лет создается невероятная невероятно огромная транспортная отрасль которая за ближайший век завоюет более 50 процентов всего транспортного рынка просто потому что он эффективен и будет нужен как людям городам так государством все это изобрел гениальный ученый Анатолий Эдуардович Ницкий Леонардо да Винчи нашего времени в прямом смысле этого слова потому что он создал более двухсот изобретений множество монографий более двадцати если не ошибаюсь несколько проектов и грантов в ООН получил разные премии особенно хотелось бы отметить премию мира в Братиславе в 2018 году где он получил премию за не только транспортную технологию а за все свои технологии связанные с экомиром струнный транспорт юницкого является лишь маленькой частью всего экомира самый понятный самый земной и самый актуальный для воплощения как можно скорее а после этого мы продолжим двигаться по следующим технологиям этот человек попал в энциклопедию 100 выдающихся лидеров России люди нашего тысячелетия за то как он уделил свою жизнь науке изобретениям улучшению мира пониманию того что с ним происходит он понимал еще 40 лет назад что происходит с нашей планеты с биосферой и с техногенной сферой очень быстро развивающейся техногенной сферой и понимал что это надо менять иначе через 5-7 поколений как он говорил достанет точка невозврата который дамы и господа мы еще движемся и после этой точки невозврата наши потомки уже не смогут спасти планету просто не смогут ее восстановить но сейчас мы можем это сделать и у нас прекрасно получается анатолий эдуардович объехал весь свет для того чтобы найти единомышленников был во многих странах и рассказывал и показывал какие технологии какие технологии он создал каких успехов достиг в аэродинамике в экономии в экономике в строении городов в логистике и находил поддержку находил единомышленников но не настолько чтобы создать весь проект сразу и сейчас спустя это время все что он двигает данные экологические технологии мы находимся на 14 из 15 этапов нашего проекта по реализации новой транспортной отрасли целой компании чуть ли не корпорации группа компаний skyway которая сможет полностью работать уже через полтора этапа сможет полностью работать со всем миром строя чистые безопасные очень быстрые трассы по всему миру связать все города и маленькие и большие и эта возможность почти реализована но и у каждого человека есть еще возможность поучаствовать в этом потому что 14 этап скоро закончится 15 около года и все компания выходит на самофинансирование то есть у нее уже данный момент есть заказы предзаказы которые прорабатываются и есть заводы есть сотрудники то есть после завершения 15 этапа уже работа мы получаем адресный адресный проект заказ его реализация стоит дороже чем построить это уже чистая прибыль все компания может дальше развиваться самостоятельно нет необходимости но сейчас еще каждый человек в течение 14 и 15 этапа может ускорить наступление будущего и кроме того стать совладельцем всей технологии всей транспортной технологии как когда-то можно было бы наверное стать железнодорожным например совладельцем когда появлялась железная дорога представляете как семейства у которых были хотя бы маленький кусочек железных так скажем развитие вот этой сферы железных дорог что сейчас имеют их потомки только вдумайтесь в данный момент мы делаем самую быструю экологичную легко интегрируемую куда угодно в любую температуру в любую местность умный легкий безопасный транспорт и каждого человека есть возможность быть у истоков этого и даже более ускорить это и в течение всей жизни со всей семьей получать пользу от этого и при этом подарить пользу всему человечеству это уникальные транспортные средства полуандроиды которые как рой совмещены все вместе общаются между собой знают что происходит в общем данное транспортное средство они связаны между собой и с каждой анкерной опорой промежуточной что бы где ни происходило внутри есть элементы искусственного интеллекта то есть работа по алгоритмам когда транспортные средства и система знает что делать в той или иной ситуации полная безопасность одно транспортное средство может отбуксировать другое если какое-то из мотор колеса или несколько выходит из строя даже одно может доставить до места ремонта либо замены то есть вся технология настолько разумной продумана что даже имеет машинное зрение с оценкой окружающей среды и если необходимо или какая-то опасность может приостановить движение и сообщить остальным всем транспортным средствам представьте какая возможность открывается перед каждым человеком по всем показателям кроме наверное скорости на данный момент отстаем мы только от авиации потому что авиация одна из самых быстрых 900 километров ну и самые быстрые экземпляры там до двух с половиной тысяч могут быть которые могут перевозить но это все нереально дорого нереально дорого и как много ресурсов планеты мы сжигаем чтобы так перемещаться разумно ли это скорее всего нет потому что мы используем ресурсы планеты которые не постоянно восполняются и они могут закончиться если вы посмотрите на эти характеристики вы увидите что действительно есть технология которая может по всем параметрам подходить лучше потому что ее таким образом создавали данную технологию в течение десятилетий критиковали а юницкий модернизировал находили проблемы или какие-то неугаски а юницкий создавал еще лучше и в данный момент как сказал Анатолий Эдуардович если не ошибаюсь это было сказано в его монографиях на ютубе есть видео называются струнные транспортные системы на земле и в космосе это по монографии семь видео где четко объясняется как юницкий пришел к созданию именно такого транспорта почему столько колес почему столько струн почему вот таким образом и так далее он все это пробовал за десятилетия прорабатывал изучал считал проверял и пришел к наилучшему варианту к наилучшему результату и как он сказал в ближайшие столетия изменения в транспорте будут но не кардинальны после того как на всей планете начнет продвигаться начнут продвигаться струнные транспортные системы приходя на помощь всем и заменяя все остальные другие транспортные отрасли мы конечно имеем сейчас что что можно назвать конкуренции но по факту именно рабочие технологии которые имеют будущее то есть не просто прямо здесь а с развитием и когда она станет 10 миллиардов 12 миллиардов чтобы все работало по факту сейчас это единственная технология анатолия эдуардовича я низкого именно поэтому он и получил премию мира именно поэтому с нами на официальном уровне работают объединенные арабские эмираты потому что понимают что это не на 10 и не на 50 лет технология а на сотни сотни лет вперед развития но тут самый главный путь безопасность самая высокая у других нет строить можем где угодно у всех других видов только прямая земля это сразу в десятки раз дороже строительство скорость передвижения фар вакууме изобретение анатолия эдуардовича в разряженной среде до 1200 километров в час и стоимость я думаю эти цифры говорят больше чем необходимо юниски создает технологии для использования людей а не для использования элиты именно поэтому так долго он продвигает данную технологию потому что он понимает что это спасет мир но если это не превратят в коммерцию если дать подобную транспортную технологию в руки людей которые занимаются бизнесом и коммерцией но у которых есть миллиарды чтобы ее построить да они сделали возможно бы ее быстрее но польза была бы польза была бы польза что мы очистили транспорт транспортные сети от вредоносного транспорта и заменили его на благоприятный но все двигается быстрее безопаснее грузы передвигаются быстрее скорее всего бизнесмен за все это поспросят больше денег а не меньше а юницкий делает так чтобы это все принадлежало людям и чтобы это стоило минимально чтобы двигаться для каждого человека из города в город либо с континента на континент было естественным нормальным не страшным не тяжелым недорогим а быстро легко и просто и сейчас более десяти более десяти разных видов транспорта уже выполнены в железе то есть полностью созданы полностью ездят некоторые сертифицированы и даже уже прокатили людей за два года более семи тысяч человек умудрилась на экофестах попробовать попасть в данный транспорт приехать и ощутить как же перемещаться в абсолютно экологически чистом и безопасном транспорте так же двигаться по направлениям и грузоперевозок потому что это является одной из самых дорогостоящих отраслей в мире транспортная отрасль это самая мощь и самая коррумпированная отрасль поэтому конечно же мы и будем и уже имеем проблемы за последние пять лет развития и я думаю еще будем иметь какие-то проблемы потому что те у кого сейчас транспортные все финансы не очень хотят с ними расставаться а хотят чтобы работает не трогай у нас все работает и к нам все идет тем не менее как когда-то телефоны наши плиточки пришли на помощь дисковым телефонам и мы уже не задумываемся о том а может купить себе старый постоять в коридоре привязанном к проводу и покрутить нет такого таких мыслей у нас не приходит поэтому мы принимаем новшества ноу-хау инновации которые полезны а сначала о том что они полезны знают скорее всего только те кто их изобрел и так далее в данный момент наш проект создал более 10 видов около 16 видов если брать еще с 3d экспириенсом то есть разработка в виртуальной среде но те которые сейчас еще не настолько рентабельные нет необходимости создавать их в железе несколько лет назад это все было на картинках и в чертежах но сейчас вы видите это все фотографии каждый из этих транспортов и трасс я трогал собственными вот этими вот руками на некоторых видах транспорта даже катался и я говорю о том что это самое легкое самое безопасное и действительно самое легко интегрируемое отрасль которую сейчас можно придумать в транспорте которая действительно изменит положение сейчас на планете как в городах где все стоит от количества машин от перенаселения так и в тех местах куда просто трудно добраться и там и там данная технология поможет а грузоперевозки это одна из сфер которая даст возможность развиваться стартануть очень быстро потому что это самая большая прибыль в мире а у нас все струны и даже последние юниконты специально сделано транспортное средство чтобы на него можно было поставить любой контейнер который перевозится морем суши либо полетом то есть мы сможем перенять существующую транспортную грузовую перевозку и пожинать плоды от этого тем более что это будет быстрее дешевле экономичнее безопасней так же много плюсов как и во всем остальном чтобы это все показать чтобы люди в разных странах знали около 20 выставок точно скажу 18 международных выставок посетила компания зао струнные технологии сейчас унискае string technologies одна из самых крупных это индия берлин инотранс и арабские эмираты фьючер сити шоу в индии мы себя очень хорошо показали потому что у них действительно они собираются модернизировать очень много городов и другие виды транспорта тяжело себе позволить в некоторых частях наши виды транспорта легко интегрировать легко себе позволить для страны и они подходят для умных городов инотранс крупнейшая мировая транспортная выставка мы были там дважды в шестнадцатом году она проходит раз в два года и в восемнадцатом году и там представили несколько видов транспорта и тут только тут мы уже представили юнилёд который сможет передвигаться со скоростью пятьсот километров в час сто шестьдесят тысяч человек за четыре дня сто восемнадцать три тысячи квадратных метров внутри выставки ходят автобусы есть отдельные так скажем части квартал с едой квартал с отдыхом и парками и так далее в несколько этажей более трех тысяч компаний принимало участие и наша наш стенд был один из самых самых часто посещаемых из двадцати пяти делегаций из восемнадцати стран у нас были все все время было столпотворение вы на верхней фотографии можете увидеть как швейцария их канатные дороги так скажем фуникулёры вот и даже работники данной компании все время смотрят к нам потому что им нечего делать все идут к нам кто-то пошутил что в самом первый день такое там белорусы привезли ракету какую-то непонятно вот а оказывается это транспорт будущего на который мы будем перемещаться вот так вот с щелчком я представил двести пятьдесят километров мне от даугатуса до риги а так полчаса а так три с половиной очень очень хочется приблизить это поэтому так хочется стараться чтобы каждый человек мог настолько быстро в таком удобном юнилете переместиться из точки а в точку б но для того чтобы все это у нас заработало то есть вы видите все уже строится развивается и так далее почему нигде не строят сертификаты сертификация всей технологии это главная необходимость вообще всего проекта то есть технологию говорят юницкий говорит вот она так работает вот такие у него характеристики чтобы пошли заказы и все это реализовать необходимо доказать что это так необходимо доказать что у него такие характеристики и это подтверждено что он настолько безопасно и этим можно пользоваться и так далее и так далее это главная задача пятнадцати этапов всей технологии которые сейчас пятьсот тысяч человек совместно объединившись на всей планете собрались и за собственную энергию время и средства создают всю ту красоту которую вы сегодня видели в конце я поставлю видео чтобы вы увидели как это в движении все прекрасно двигается и уже более восьмидесяти патентов сертификатов на разные промышленные образцы торговые знаки и так далее получены во многих странах более двадцати стран европейского союза индии арабских эмиратов индонезии очень по всему миру и это то что нам необходимо сделать просертифицировать то есть просертифицировать технологию чтобы по всем документам она была возможна для строителей по бюрократии и в данный момент четырнадцатый из пятнадцати этапов часть транспорта сертифицирована часть путевых структур сертифицирована остается заканчивать совсем немного совсем немного но это так же важно как и первый этап сейчас на четырнадцатом этапе у нас более тысячи сотрудников высококвалифицированных сотрудников которые постоянно повышают свою квалификацию которые работают на передовых компьютерах передовое железо с наилучшим софтом наилучшие программы которые сейчас есть в двадцать первом веке для создания нового действительно эффективного транспорта новые производственные мощности новые офисные здания более десяти тысяч квадратных метров сейчас но у нас уже более тысячи человек представьте и это число постоянно будет расти это наше новое здание в котором уже множество конструкторских бюро всего их уже более восьмидесяти конструкторских бюро также три завода то есть у нас уже на четырнадцатом этапе есть собственное производство я являюсь как совладелец технологии совладелец совладельцем каждого завода совладельцем всех офисных зданий единиц техники инструментов и так далее тем что поддерживаю данную технологию кто хочет узнать как это все работает звоните пишите лично ищите на сайте skyway.capital вся информация есть главное развиваться интересуюсь единственное как можно принять аргументированный взвешенный вывод найти аргументы и взвесить их дамы и господа так вот три завода бывший завод е-мобиля на нем делают путевые структуры еще один завод на нем делает подвижные составы так скажем все все начало еще можно сказать грязную работу и сейчас сделан третий корпус как исследовательский корпус для завершения всей этой красоты так скажем уже как лаборатория максимально чистая эти три завода уже даже не на малое не на малосерийное производство и в данный момент они уже готовятся для выполнения будущих адресных проектов потому что они уже у нас есть и на официальном уровне разрабатываются и прорабатываются каждый на разной стадии заводы просто вышка по другому слову нельзя мне могу набрать некоторые некоторые инструменты некоторые станки стоят по полмиллиона долларов 500 тысяч 3d принтеры лазерные резки гибкие то есть оснащение такое что можно космическую промышленность создавать и корабли но мы делаем надземный транспорт просто самого высшего качества по самым лучшим технологиям и все это испытывается и демонстрируется в экотехнопарке в 2016 году после не совсем удачных переговоров с литвой и которая откинула серьезно нас в развитии буквально наверное на полтора два года раньше мы могли уже сейчас строить по всей планете в итоге в белоруссии получили землю бывший танковый полигон для того чтобы построить там экотехнопарк продемонстрировать испытать и просертифицировать все технологии которые необходимы для того чтобы строить в умеренном климате в 2019 году это выглядело уже настолько здорово ты видишь с каждым годом я был там уже три раза как все видоизменяется насколько много работы проделывает данная компания а в 2020 году сейчас мы видели экофест онлайн посмотрите какая красота все больше и больше добавляется зданий исследовательские центры эко дома то есть происходит масштабное расширение надеюсь в 2021 году границы откроют и мы сможем со всеми вами кто смотрит сейчас этот вебинар увидеться там увидеться там проехать посмотреть и действительно увидеться и сказать ты был прав Артем все действительно прекрасно работает и мы действительно это ускорили в этом году поскольку мы не могли туда приехать вы можете посмотреть данное важное действо это самое главное выступление в году где юницкие компании как бы дают отчет официальный о том что проделано за год куда пошло время и энергия компании куда пошли средства ее совладельцев тех кто ее поддержали и вы можете найти посмотреть экофест 2020 онлайн и на русском и на английском если вы наберете экофест 2020 вы увидите вот такой плейлист где есть пять видео первых четыре это краткие разделенные части самая важная информация а если хотите посмотреть вместе и с началом и с окончанием от компании skyworld community где много-много команд с разных стран подключались к этому мероприятию и делали приветствие давали наилучшие пожелания то тогда смотрите пятое видео чуть больше шесть часов шести часов потрясающая информация внутри этих видео она моя презентация и то что расскажет анатолий эдуардович на этих вот четырех видео даст вам полное понимание насколько прекрасно идут успехи у компании невзирая на коронавирус невзирая на ограничения то есть все движется очень здорово и особенно в арабских эмиратах до них мы сейчас дойдем но и в эко технопарке происходит в белоруссии уже семь трасс разных типов под разные необходимости и грузовые трассы юнитранс и легкие и провисающие трассы и полужесткие и берельсовые и колтюбинговая труба супер легкая трасса все это делается испытывается и сертифицируется и все это очень близко к завершению какая красота и это все сделано руками единомышленников дамы и господа таких как вы и я которые несколько лет либо несколько месяцев назад ничего не знали ни о проектах которые развиваются с помощью народного финансирования ни о данной технологии а сейчас являются совладельцами этого помогают другим краудинвестинговым проектам развиваться имеют возможность зарабатывать в будущем и зарабатывать прямо здесь и сейчас на продвижении подобных проектов интернет дает нам безграничные возможности единственное что нам необходимо уделить время чтобы изучить тот аспект который кажется нам здесь что-то есть в этом что-то есть уделю-ка я сюда пару десятков минут и это действительно принесет огромные плоды а мы продолжаем вторая часть наш skyway инновейшн центр то что находится в объединенных арабских эмиратах в передовой стране с новейшими технологиями с высочайшим уровнем жизни с высочайшими целями управителей и людей данных данной страны и мы там являемся очень долгожданными гостями я бы даже сказал с 2000-х годов Анатолий Эдуардович уже ведет переговоры с объединенными арабскими эмиратами и если набрать в гугле 2015 год объединенные арабские эмираты линейный город и Анатолий Эдуардович и низкий вы найдете pdf файл с проектом разработки как один из полуостровов объединенных арабских эмиратов сделать чистым экопоселением линейным городом с которого можно будет с помощью данных струнных транспортных технологий добираться из точки А в точку Б в любую либо без пересадки либо с одной пересадкой то есть партнерство с объединенными арабскими эмиратами идут уже достаточно давно и здесь мы сейчас находимся на фасаде огромного технологического парка SRIT парк это как силиконовая долина в Калифорнии где создаются самые новейшие разработки технологии услуги только в арабских эмиратах и здесь должно было быть несколько высоток и других компаний но правитель эмир шаржи являясь ученым и затихившим две докторских диссертации понимает направление анатолия эдуардовича понимает куда он идет и поэтому когда анатолий эдуардович со своими технологиями пришел в объединенные арабские эмираты было принято решение заменить весь фасад парка который уже был разработан на нашу технологию и чтобы каждый день эмир проезжая по трассе которая нас ограждают от американского университета Шарджи 50 тысяч студентов у нас там будет кафедра Skyway чтобы проезжать по этой дороге и видеть будущее здесь в настоящем видеть эту красоту и за полгода было сделано новый проект для того чтобы интегрировать туда Skyway Innovation Center просто представьте какая значимость это все не просто так и был создан потрясающий проект поначалу когда я его увидел я не совсем подумал точнее я подумал что как его сделать это как-то не совсем реально слишком он выглядит и это долго наверное но в итоге мы уже в мае девятнадцатого года были там посмотреть как и что и поняли что волноваться не о чем волноваться полностью не стоит потому что тут ребята умеют работать мы приезжали в Дубай в мае две тысячи девятнадцатого девяносто восемь участников человек с разных стран мира из восемнадцати стран которые помогают развиваться данной транспортной технологии конечно же там и оздоравливались и ваш покорный слуга оздоравливал людей преподавал дыхательные практики и зарядки каждое утро чтобы люди могли хорошо учиться хорошо быть здоровыми и с еще большей мощью энтузиазмом продвигать струнные транспортные системы как на земле так и в космосе и у нас действительно хорошо это получилось и мы попали в skyway инновейшн центр где увидели уже первые опоры где встретились с анатолием эдуардовичем юницким который рассказал нам как идут успехи в объединенных арабских эмиратах было очень здорово увидеть опоры в новом стиле понимая что форма изменилась как-то по-другому но главное несущие все основные функции они те же и мы увидели уже несколько других видов трасс потому что в арабском мире в арабских эмиратах объединенных арабских эмиратах на официальном уровне наш транспорт уже принят как будущее приняты как адресные проекты и они уже озвучены несколько например дубай марина главная один из главных бизнес-центров всего мира будет связан двадцати одной километровой станцией точнее собрал пятнадцать километров прошу прощения станции и двадцать одна станция внутри проходящий прям сквозь бизнес-центры это на официальном уровне и нас представили и на всемирном правительственном саммите в феврале девятнадцатого года так скажем на официальном уровне что это будущее это транспортная инновация потому что на том саммите было всего две инновации один электрокар от ягуара если не ошибаюсь и наша новая транспортная инфраструктура этот город может себе позволить любые технологии но они берут струнные транспортные системы не потому что они лучше ну не потому что они дорогостоящие лучшие по все они стоят меньше всего главное что они эффективнее всего и вот реальные фотографии уже ездит транспорт уже он даже будет готов если не ошибаюсь к маю прокатить пассажиров или к марту ну скажем уже в большей степени а для эмира шарджи уже направлено приглашение на проезд на данном транспорте они уже представили то что происходит в точнее они представили эмиру успехи которые происходят в skyway innovation центре и получили одобрение на продвижение дальше потому что при сотрудничестве с арабскими эмиратами было сказано так мы видим перспективу покажите что ваша технология работает в нашем климате где вездесущий песок огромное количество солей в воздухе которые разрушают разъедают металлические конструкции и высокие температуры если вы покажете что у вас эти три параметра ваша технология справляется мы продолжаем работать и все получилось все справилось мы создали вип транспортное средство вип юникар для тропического исполнения который может выдерживать огромные температуры внутри находиться комфорт и мы продолжаем работать дальше и сейчас там будут еще три трассы целых три для крупногабаритных грузов то есть грузоперевозки 50 тонн 15 тонн транспортное средство и 35 тонн любого размера контейнеры и для пассажироперевозок это еще одна трасса которая будет в транспортные средства по 25 мест составляться в 200 250 пассажиров и перемещать достаточно большой пассажирский поток очень хорошо строится со всех сторон трассы мы видим их в разных видео в разных фотографиях как обустраивается и улучшается пространство вокруг как быстро люди там строят также приезжают делегации посмотреть какой успех нашего Skyway Innovation Центра недавно приезжала целая большая делегация состоящая из разных представителей Персидского залива Индонезии Европы Африки для того чтобы увидеть насколько здорово сейчас идут дела в Объединенных Арабских Эмиратах прямо там на месте Наш работник достаточно важный работник который сейчас очень много полезной информации передает Олег Зарецкий представляет наши технологии эко-дома то есть цветущие сады это первое деревянное здание официально построенное по законам в данной вот концепции потому что у них там нельзя из дерева строить здание но Юницкому по его технологии можно строить живые здания вот так выглядела эта встреча огромное количество действительно важных персон и так происходит все дальше и дальше напомню множество не только Объединенные Арабские Эмираты несколько стран тропического только мира следят за тем как развивается и как сертифицируется наша технология потому что люди понимают самую эффективную технологию пока компания еще маленькая ее нужно будет заказывать как можно быстрее договориться чтобы как можно быстрее построили представьте две страны рядом в которой в одной сделают все струнные дороги и ее скорость и эффективность увеличится просто в десятки раз либо та страна в которой ничего себе не построят как изменится их экономика рост их экономик это дальновидные страны понимают поэтому у нас есть возможность помочь всем странам как можно скорее реализовать интегрировать притянуть к себе и создать у себя в городах и странах самый инновационный надземный скоростной безопасный экономичный и легко интегрируемый куда угодно экологически чистый транспорт кроме того вы можете стать совладельцем этого транспорта совладельцем транспортной технологии которая в течение столетий будет строить новые уникальные транспортные системы транспортные дороги и транспортные составы с помощью которых мы будем чисто и безопасно передвигаться по всей планете вы за сегодня за нашу встречу уже увидели насколько это реально что это не просто слова что то что было делано пять лет действительно сделано в конце я поставлю одно видео насчет того если из присутствующих есть кто-то кто думает что долго почему и реализовали в конце красота страшные силы так будет называться видео покажут насколько сейчас существующих реалиях создается один обычный транспорт это может быть миллиард и пять-десять лет если это пикап это тоже точно можно быть более пяти лет и даже два миллиарда дома мы за менее времени и средств создаем не один транспорт для существующей уже дороги а целую транспортную отрасль включающую себя и дорогу и станции и переводы и стрелки и сам транспорт разные его виды разные виды трасс и это все реализовано меньше чем за шесть лет дамы и господа мы творим историю нашими вот этими руками поэтому просто развивайтесь интересуясь мы на четырнадцатом из пятнадцати этапов у каждого человека на планете по моему мнению должна быть возможность хотя бы один раз узнать о том что есть такой проект о том что можно вся информация о нем доступна о том что есть люди которые с удовольствием разжуют и расскажут все потому что он таким сарафанным радио и продвигается необычной рекламой которая очень неэффективна и забирает огромное количество денег на лнт одна секунда рекламы сорок четыре евро стоит то есть в день чтобы вам 10 реклам показать хоть как-то пятнадцать штук надо выложить пятнадцать тысяч евро на каком-то одном канале это не точечная реклама сарафанное радио вы и я вы пришли сюда на вебинар кто хотел тот остался кто не хотел тот пошел экологический способ взаимодействия передачи информации люди тянутся друг другу и интернет дает им огромную возможность это сделать поэтому дамы и господа пожалуйста хотя бы один раз неважно что вы думаете какое количество аргументов за или против вы сейчас собрали хотя бы один раз расскажите своим близким и знакомым о том что такое существует о том что тысячи проектов создаются людьми совместно без государств без крупных корпораций просто люди совместно создают услуги и товары которые реально им нужны с которой сами и получают прибыль не фантастика ли реальность дамы и господа это реальность как и фотографии которые вы видите транспорт летящий над землей быстро чисто без выхлопов на возобновляемых видах энергии на солнечный на ветряной на геотермальный который легко впишется в любые города освободит наши дороги от пробок даже в маленьких участках где маленький островочек есть можно поставить промежуточную опору и все и транспорт там может ехать как сильно изменятся наши города когда по ним мы сможем передвигаться не боясь и не поворачиваясь вправо и влево чтобы посмотреть есть ли там машины транспорт первого уровня а спокойно передвигаться в наших городах вместе с детьми вместе с нашими домашними животными и не бояться никакой никакого вреда никакой опасности находясь на первом уровне потому что с появлением струнных транспортных технологий поверхность земли начнет снова становиться для всего живого для флоры фауны человек абсолютно вся абсолютно безопасная абсолютно вся живая и цветущая жизнью дающая кислород очищающий воздух дающий нам плоды эта возможность реализуется сейчас на ваших глазах вчера сегодня и завтра есть технологические уклады и сейчас мы в пятом технологическом укладе когда создался интернет виртуальная реальность интернет и гаджеты они связали нас вместе они очень изменили наш мир то есть вот то что мы имеем сейчас это последствия пятого технологического уклада и сейчас мы имеем очень много чего но физически стоим в пробках в городах наши товары стоят то есть мы материально плохо передвигаемся и это нас останавливает загрязняет убивает тормозит не дает жить и развиваться эти компании основа пятого технологического уклада вы знаете эти имена потому что они топовые они очень дорогостоящие они очень сильно развились и они сделали мир в пятом технологическом укладе такой как которым мы видим его сейчас было много информации компания google сделала так чтобы с ней можно было работать и те кто имели 10 долларов в данной компании 16 лет назад сейчас имеют 16 100 тысяч долларов то есть за 16 лет 10 долларов в 100 тысяч долларов это называется капитализация то есть у человека был кусочек компании компания росла и это кусочек рос компания apple все наши компьютеры 8 долларов за 38 лет 550 тысяч долларов представьте это реальная капитализация вы можете проверить ее в интернете то что необходимо людям развивается быстро масштабно становится очень дорогостоящим и имеет огромную прибыль эти компании пятый технологический уклад задайте себе вопрос если бы вы знали что так будет необходимо работа с информацией компьютеры Alibaba продажи в интернете и покупка в интернете операционные системы интернет-кошельки чтобы все рассчитываться Boeing если бы вы знали что это будет так нужно и так будет развиваться хотели бы вы иметь хотя бы доллар либо 100 долларов например в компании Alibaba чтобы через 18 лет сейчас из 100 долларов иметь миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи долларов это реальная капитализация и вам стоит ее только проверить это реально так вот сейчас у каждого человека есть возможность поддерживать разные очень-очень разные множество проектов по всему миру я просто нашел из всех самый лучший самый полезный самый актуальный и нужный для всего человечества для всего живого и для меня и поэтому сегодня благодарю за то что вы здесь и рассказываю с удовольствием с любовью об этой прекрасной технологии так вот сейчас вы стоите перед таким же вопросом вы стоите в начале шестого технологического уклада что вы будете делать с полученной информацией поддерживаете ли вы компанию которая действительно изменит двадцать первый век ход истории человечества но чтобы так можно было сказать и верить в это необходимо собрать немножко аргументов поэтому я с удовольствием пообщаюсь со всеми теми кто захочет узнать больше большие деньги не не в купли и продажи а в ожидании еще в 2015 году говорили что не построят не будет ничего соберут деньги и кто-то уйдет начали строить в 2016 что не буду ставить никакие там объекты еще что-то начали строить в 2017 в 2016 что ничего не поедет мы поехали сказали все это маленькие какие-то коробочки которые не смогут возить людей начали возить людей в 2018 году хорошо но массово у вас это никак не получится все остановится все получается и все работает в арабском мире все идет то есть кто бы что не говорил а мы на 14 из 15 этапов развития и дамы и господа посмотрите на этот транспорт просто представьте хотите ли вы ехать в таком транспорте безопасно ни на что не отвлекаясь все свободное время ваше внутри вы едете 500 км в час передвигаетесь по всей планете быстро и очень недорого это возможно это реально это создается и это требует вашего внимания а для того чтобы вы понимали насколько все серьезно компания sky world community сейчас развивает первый проект анатолия эдуардовича яницкого самый земной самый понятный самый актуальный и необходимый струнной транспортной системы на земле и с помощью компании sky world community вы можете узнать всю информацию вы можете участвовать и поддержать данную компанию вы можете ускорить ее развитие вы можете стать совладельцем всего этого и в течение всей жизни компании в будущем получать дивиденды ежегодно вы можете так скажем стать совладельцем компании и в будущем на бирже отдать свои свои активы обменяв их на средства с очень огромной с огромнейшей капитализацией с помощью компании sky world community здесь и сейчас вы сможете научиться зарабатывать здесь и сейчас на благом деле на том что вы можете помогать другим людям узнавать о подобном проекте по всем этим вопросам пожалуйста обращайтесь буду рад просветить показать поделиться потому что это одна из лучших сфер которые я нашел в этой жизни за своих 30 лет а для того чтобы показать что это все очень скоро завершится 14-15 этап смотрите следующие проекты Анатолия Эдуардовича это эко-дома которые сами себя обеспечивают которые имеют озеленяемые крыши то есть которые по новым технологиям могут полностью быть самостоятельными с чистой водой теплом электроэнергии и хорошей пищей из своего сада это эко-поселение или иные города то есть как здесь расселять людей так чтобы это было разумно специальными экологическими кластерами безопасными и где будет все цвети и пахнуть где ты можешь в городе выйти на улицу сорвать плод с дерева который растет у тебя рядом и съесть его с полным осознанием что он чистый что он полезный и что ты можешь поделиться со своими детьми им же но это еще не все транспорт который все это свяжем с помощью которого мы наладим и ускорим развитие также это гумус это восстановление почвы как сделать почву более плодородной восстановить ее от неразумного использования человека далее это вынос вредного техногенного производства в ближний космос на орбиту Земли убирание из биосферы где находится все живое вредоносной техносферы которая либо из живого делает мертвое либо из мертвого делает мертвое так работает наша технология например двигатель внутреннего сгорания то как мы получаем часть электричества все вредоносные технологии поскольку они оставляют продукты распада которые загрязняют биосферу их нужно вынести из пространства экологии из нашей биосферы где живем мы флора фауна и человек в двадцать первом веке мы окутаем всю планету как говорит юницкий более двухсот более прошу прощения более двадцати миллионов километров дорог будет построена на нашей планете и земля под ней будет живая флора и фауна рядом будет живая мы же никак не пострадаем а только получим пользу и это приведет нас к возможности встать действительно в космической цивилизации выходить из вредоносных техногенных техногенного процесса развития в экологический процесс 15 этап за горами данные господа я четыре года изучаю юницкого и данный проект и я не закончу мне кажется в ближайших пять лет точно с учетом того что мы будем двигать следующие проекты наверное никогда не закончу поэтому каждому для принятия решений и каждому нужны свои аргументы поэтому пожалуйста интересуйтесь развивайтесь задавайте вопросы а я от всей души благодарю вас за внимание спасибо спасибо большое что вы делили свое время свою энергию для того чтобы сделать этот мир лучше как минимум свой а может и наш общий целый наш дом на планете земля я Артем Курбанов и компания skyworld community желает вам всего доброго будьте здоровы улыбок как и обещал сейчас поставлю вам видео чтобы вы понимали насколько же быстро развивается наша компания это феноменально быстро одну секундочку а я с вами прощаюсь дамы и господа увидимся завтра в 12 часов по москве в 11 по балтийскому времени это следующая презентация приглашайте своих друзей коллег любимых тех кому желаете добра либо всех тех кто хотя бы один раз как я сказал может и должен услышать о таком прекрасном проекте если есть какие то вопросы пишите пожалуйста в скат я это как я где то что вы Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо большое, дамы и господа, за то, что вы были сегодня здесь. Будьте здоровы, до новых встреч, жду связи с вами и до завтра в 11 часов по Балтии. Улыбок.